Педагогами средней школы номер 16 была организована профилактическая беседа, на котором обсуждалась тема риска употребления в подростковом возрасте наркотических и психотропных веществ, их влияние на неокрепший и растущий организм, а также последствия применения. На мероприятие был приглашен врач-психиатр-нарколог городской поликлиники Камал Ардашев. Что такое наркомания? Наркомания – это болезнение, пристрастие, влечение к наркотическим веществам или к психоактивным веществам. Наркоманы используют наркотические вещества через вдыхаемый воздух, через глотание и через внутривенные инъекции. Вы ученики 7-х, 8-х, 6-х классов, к вам приходит друг или товарищ, или знакомый кто-то и предлагает вам попробовать. Вот идем, хорошую вещь там, или понюхаешь, или покуришь, давай там, кайф поймаешь. И тебя уже, ты не можешь отказать ему. Ну ладно, давай один раз попробуем, ничего не будет. И один раз использует, потом уже организм, организм сформирован так, что уже идет увеличение, мания к этому, тянет уже организм. Хочет еще раз попробовать. И вот маленькая доза начинается, и начинает он потихоньку употреблять. По словам организаторов, нужно разъяснять подрастающему поколению, к чему должен стремиться человек, какой образ жизни должен вести, принося пользу себе и окружающим. Во время беседы школьникам была предоставлена возможность задать интересующие вопросы наркологу. Если это забыто произошло с близким человеком, то какая должна быть ваша первая помощь? Ваша первая помощь – выявить, какой наркотический препарат, или какой вид наркотиков он использовал. Для этого используется кровь, интервью, назовете кровь, наркодиспанса Махачкала. Как выявили, уже начинается лечение. Также в Махачкале, у нас в Тагестане есть наркодиспансеры, там лечение, обследование. Можно выехать за пределами Тагестана в Россию на лечение. Есть курсы реабилитации. Подобные мероприятия необходимо проводить регулярно, ведь основная задача – это формирование у школьников негативного отношения ко всем сомнительным проектам. Появлениям, которые разрушают общество, отметили присутствующие. В свою очередь, учащиеся рассказывали стихи, в которых говорилось о пагубном влиянии наркотиков. Я выбираю жизнь, сказала я себе, ведь жизнь – как рассветающий цветок. Живу на радость, мечтаю о весне и созидать хочу, как завещал пророк. Я выбираю жизнь, сказала я себе, наркотикам нет места в моем теле. Я выбираю жизнь, сказала я себе, ведь жизнь вокруг прекрасна. Хочу ее при пользу приносить земле, мне подарившей жизни краски. Да, жизнь прекрасна, слышу я в ответ. Каждый день, как солнышко искрится. Давайте скажем миру прямогласно, наркотикам и курению нет и нет. Одна из главных показов человека – здоровые члены общества, завод успешного развития государства. Что такое здоровье? Это хорошее настроение, желание работать, учиться. Здоровому человеку мир видится в ярких войнах. У него легко на душе, он чувствует животные соки себе. В молодости кажется, что здоровье будет всегда. Есть такое выражение – если бы молодость знала, если бы старость смогла. Пропаганда правильного и полноценного образа жизни – это то направление, которым руководствуются не только представители различных структур, но и сам педагогический коллектив школы. Они придают большое значение не только образовательному процессу, но и уровню подсознания учащихся, умению правильно мыслить. Отметили представители руководства данного учебного заведения в заключении встречи.